А вот казахстанские селебрити тоже любят немного похулиганить и попробовать что-то такое экстремальное. Например, Айсулу Азимбаева сейчас в холодных горах Тибета. Айсулу Азимбаева известна своим бесстрашным характером и отдыхом явно чуждым большей части казахстанских селебрити. Так, буквально в прошлом году она взобралась на высшую точку Европы, гору Эльбрус. Мы пришли оттуда, в общем. В этом году актриса отправилась за просветлением на Тибет. Это озеро Намцо. Оно находится на высоте 4700 метров. Говорят, после купания к людям приходит просветление. Несмотря на предстоящий в долгом пути опасности, она их не боится, а только еще больше зажигается такими путешествиями. Как это круто ощущает себя искателем приключений, как Индиана Джонс или Лара Крофт, рассветительница гробниц. Цель нынешнего путешествия Азимбаевой – это святая гора Кайлас. Кстати, в отличие от Эльбруса, на нее не восходят, а просят счастья для близких у подножия. Апогеем ее нынешнего путешествия стал поход в сторону самого высокого пика в мире Эвереста. Мы находимся недалеко от базового лагеря Эвереста. Нет, мы не собираемся подниматься на Эверест, но мы приехали посмотреть на него со стороны Гранти. К слову, у Айсулу есть коллеги, которые также любят покорять горные вершины. Например, актер Ануар Нурписов, который просто не может без активного отдыха. Считаю, что активный отдых – это отдых, который позитивно влияет на здоровье человека, на его мысли. Потому что, будучи в гополисе, мы испытываем кислородное голодание, а это влечет за собой пассивную работу мозга. Самое экстремальное восхождение Ануара – это пик Нурсултан, на который он взбирался минувшим летом. Когда я покорил пик в первой своей жизни, вы стоите наверху, смотрите вниз и понимаете, что все в этом мире возможно. Помимо них, в Казахстане есть немало селебрити, которые любят активный отдых. Мурат Мутурганов, Диас Аблаев, Таниберген Бердангаров и многие другие.